В спецификациях на наушники и блютуз колонки производители часто указывают буквенно-числовой код, обозначающий степень защиты устройства от влаги и пыли. В этом видео мы разберемся, как расшифровывается этот код, почему в нем может быть разное количество цифр и букв, и какие испытания проходят устройства, чтобы получить заветный сертификат. Классификация степени защиты устройств IP является общепринятым международным обозначением и соответствует трем базовым стандартам – IC, DIN и ГОСТ. Буквы IP являются сокращением от английского словосочетания Ingress Protection, что переводится буквально как «защита от проникновения». Соответственно, чем выше цифры после букв IP, тем выше степень защиты. Две цифры нужны для того, чтобы раздельно определить степень защиты от попадания твердых частиц и предметов – это первая цифра, и защиту от попадания воды – это вторая цифра. Если же мы видим код типа IPX4 или IP5X, это значит, что проверка проводилась лишь по одному критерию – тому, который обозначен цифрой. Например, обозначение IPX4 говорит о том, что устройства проверяли только на защиту от воды. Бытовые аудиоустройства испытывают и маркируют, как правило, лишь в тех случаях, когда речь идет о повышенной защите. Поэтому для того, чтобы легко ориентироваться в обозначениях IP, нужно запомнить лишь несколько из них, которые встречаются наиболее часто. Начнем с защиты от пыли и прочих механических частиц. Это первая цифра кода. Обозначение IP4X говорит о том, что устройство защищено от попадания частиц размером более 1 мм. С такой защитой песка и мелкой пыли лучше избегать, и на пляж это устройство лучше не брать. Следующий уровень защиты IP5X говорит о том, что устройство является пылезащищенным. При этом допускается попадание некоторого количества мелкой пыли внутрь, которая не нарушит работоспособность. И только цифра 6 говорит о полной пылезащите, исключающей попадание внутрь любых частиц. Я думаю, несложно догадаться, что все эти цифры получаются опытным путем. Разработчики погружают готовые образцы в среду с заданным количеством и качеством пыли. Однако наушники и блютуз-колонки обычно избегают этой участи. Чаще всего их подвергают исключительно испытаниям на влагостойкость. Ведь даже слабая защита от воды примерно соответствует защите IP5X. Степень влагозащиты, заслуживающая внимания пользователя, также начинается с цифры 4. Обозначение IPX4 говорит о том, что наушники спокойно переносят брызги воды, попадающие на них с любых направлений. Это значит, что капли дождя, попавшие на корпус, можно просто протереть. Ну и конечно такие наушники можно смело очищать от загрязнений влажной салфеткой. А вот мыть наушники под струей воды можно при обозначении не ниже IPX5. И это должна быть слабая струя воды, никакого давления не допускается. Отметка IPX6 говорит о возможности кратковременного погружения устройства в воду на минимальную глубину и защите от мощных строй воды. Иными словами, устройство можно будет помыть в воде или забыть под дождем. Но при длительном пребывании в воде или погружении на значительную глубину оно может выйти из строя. Защита IPX7 допускает погружение на глубину до 1 метра и опять же не гарантирует работоспособности, если устройство задержится на обозначенной глубине больше минуты. Иными словами, наушники или блютуз-колонка с защитой IPX7 переживут падение в бассейн, если вы их сразу же вытащите. Защита IPX8 допускает погружение на тот же 1 метр, но уже на полчаса. И если вы хотите послушать музыку под водой, ищите устройство с маркировкой не ниже этой цифры. Самая высокая степень защиты от воды IPX9 встречается крайне редко. Но если вы обнаружите эту цифру, знайте. Перед вами устройство, которое можно очищать от грязи с помощью мойки высокого давления. Подведем итог. Устройства, получившие маркировку IP, прошли соответствующие испытания и полностью отвечают требованиям международных стандартов. Никаких двойных трактовок тут не подразумевается, и этим обозначением можно доверять. Понять, какие именно испытания были пройдены успешно, нам помогают цифры. Первая говорит о защите от механических загрязнений и пыли. Вторая о защите от влаги. Поскольку даже средняя защита от влаги автоматически подразумевает достаточно высокий уровень пыли защиты, производители часто ограничиваются только тестами на влагозащиту. И в этом случае вместо первой цифры в обозначении будет стоять латинская X. В бытовых аудио устройствах обычно используется влагозащита в пределах от 4 до 7 единиц. Защита IPX5 и выше делает устройство подходящим для пляжного отдыха. Оно не пострадает, если останется под дождем, а загрязнение можно смыть водой. Но только аккуратно и без полного погружения. Также не стоит забывать, что даже защита IPX7 не подразумевает работу наушников или колонки в воде. Для этих целей разрабатываются специальные устройства с влагозащитой IPX8 или IPX9. Поэтому даже самую супер защищенную колонку или наушники не стоит использовать в бассейне. Только рядом с ним. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Широкий ассортимент Bluetooth колонок и наушников с высокой степенью влагозащиты представлен в интернет-магазине Аудиомании. А любые консультации по выбору вы можете получить на сайте и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь в комментариях своим опытом использования устройств с повышенной защитой.